всех приветствую прошила сегодня заняться ремонтом машины лопну у меня на пыльнике наш руси большие хомут и попала смазку песка уже неплохо так съездил райцентр купил запчастей малость там смазку хомута это голову на 30 чтобы открутить гайку и спец зажим этот для хомутов я руку то российскую смазку сказали типа нормальная лавр сервиса экстрима это не реклама показал что я буду сюда заливать хотел немецкую металл два раза дороже было брау армтеке у меня там скидка была резину весной покупал то вместо 15 рублей наших белорусских заплатил 8 за 200 миллилитров потом долго искал по магазинах делать хорошая хомута в итоге в том же армтеке взял такого хомута за доллар с нержавейки типа немецкий китай можно за это за пару баксов 10 заказать их штук 5 таких и 5 маленьких вот всей маленькой взял за рубль 80 с моим приключилась такого ерунда он алюминиевый толстый и на заклепки такой какой-то стояли тут вот лопнула из этой вот но лопнувшие заклепки надо теперь пол машины разбирать и взял от все такие инструменты это хомутатель для таких вот хомутов отдал я за его 67 долларов 17 рублей наших но чуть меньше 7 долларов китае тоже самое стоить только что ждать надо и взял вот такую вот голову на 30 брал типа глубокую то что под не получается откручивать мелкой мелкую поглядел она еле-еле налазить краем самым взял глубокую не заметил что вороток здоровый такие вот толстый так вот расскажу про вороток думал сам сделать вороток это на 20 лет отверстие это не проблема была бы самому сделать там обташить квадрат приварить наш полез старые с машин грузовых инструменты свои там ключи здоровые головки накидные торцевые и нашел таки вот типа воротка инструмент попытался откручиваться он оказался тут лопнутый мне с металлолома человек подогнал саму кушу там ключи здоровые грузовик у меня был уже продал крутить так поставок инструмент вот лопнутый был я заварил выбрал кромку внутрь туда заварил потом все поверху шину такую и откручивал откручивал при помощи лома конкретный о полтора метра ром помогли мне треху подержали тормоза в машине а я сам уже тут снаружи ломом этим так вот эта голова брал такую вот многогранную она с таким вот люфтом садится на гайку уже гайку открутили я показываю как я откручивал расскажу так вот она с люфтом садится на гайку видно таким люфтом перекрашивается ну с этим воротком что он близко сильно когда с колесом снимал с колесом прикрученным и вот что он близко к самому самому диску этот край немного упирался в колесо как бы я все подложил досочку небольшую вот и такую чтоб диска не ободрать то что недавно покрасил и короче я подложу достатку перекоса особо не было и ломом этим здоровым ручками ручками не шло потом раз как столкнула думал уже все что-нибудь свернул хажни по чуть-чуть пошла гайка это и неплохо так открутила перед этим еще упомянув что в дешкой пусков наверно дней сколько пять стояла то что я здесь за этой смазкой хомутом хомутателем заголовка съездил я мороз был 8 градусов обмыл машину в этот морозе чтобы грозе не было то что делал тормоза когда колеса менял резину делал тормоза до что-то грязь было от грязи делать при том что сус это не дело чтоб сыпалась кругом я взял вы мы все это дело постояла машина вчера вот теперь еще него теперь подпадали все ледины снизу там вот по порогу и теперь у меня чистая на думал просохнет у меня получится наверно то что живому болотянки где какое железо здесь пластик даже настывших весь покрыть видного водой тоже чуть подсохла тут металл полностью водой покрыты высох не получится это или в мороз сделать в мороз холодно или сушить чем-то на сушить мне нечем аж деревянный таки продуваемый можно сказать особо не натопишь а вот ерунда ну что скажу откручивать гайку можно не боясь при помощи лома ну вам здоровы полтора метра дальше взял чем пружине не откручивалась а когда уже чуть-чуть по средине залом этот и жестко боль стала не пружинить и так тогда вот сорвал таким сильным сильным шелчком это все дело открутилась и вот так его вороток я думаю если мелким воротком что поменьше там на сколько он 10 или 15 на 15 наверное особо мне открутил было отказали этот мощный при том что советская это деталь так что я открути все это дело сер будем делать дальше надо где-то стяжки найти что лежать у меня стягнуть пружины я дополнительный дополнительный стягнуть пружины стяжками и где можно скрутить шарову шарову я так думаю я не буду вытаскивать тут вот где накрепиться за этот видна для пыльник вот не буду вытаскивать то что потом попасть трудно я скручу снизу тут поза том году делал то была на заклепках а это уже на болтах легче эти вот три гайки открутить снизу чем один болт выбить оттуда вот видно и вытащите сам из гнезда то что старую я 100 гнезда вытаскиваю она там проржавела так что еле-еле выбив новую шаровую все всего лишь полтора года походило 2 пробегу 20000 небольшие а богатыми езжу то жалко и колду басить молотками так что лучше от аккуратненько болты этой легкой вытягиваются их опустится шарова наши до этого надо стягнуть пружину немного чтобы она у них не выдавливала и так выдавила уже сильно еще думаю дополнительно выжмется если открутить гайка уже откручивается руками то она живем чтобы не выскочила ничего этого такая здесь гайка стоит побачим что со шрусом будем сегодня его наврали сниму рассказывала как откручивал гайку эту саму видно он тоже немного ржа а сюда вы дышки сегодня налью подкручиваю тяги рулевую скручу тягу стойку эту стабилизатора откручу тягу тоже сторону отведу ну и надо акта поглядеть с коробки шрусом вытянуть то вот такая вот гайка на 30 стоит она тут видного шайба крутится развальцована специально и шлифы почти тайна ручных сколько шлицов потом внутренних чтобы знать насколько эту сюда братья к его если что шрус когда придется меня до чтоб знать насколько все одно скажу можно откручивать и на снятым при снятом колесе эту гайку с помощником чтоб тормоза держал только и ключ можно сделать приспособление специально такое сварить типа буквой п с ушами такими и с дырками прикрутить болтами ключ прижать сам головку крепко чтобы она не это не вылазило когда крутишь то что все таки все равно вот крутишь головка на изломе я как бы не старался так будет прижатая можно сказать такой пластиной ступицы то будет кручивать равномерно без излома видно вот что глубокую головку брал болт доходит аж до это но здесь еще вот шайба такая 5 миллиметров упирается на вступицу то не доходит до самой этой вот выемки без этой так видно до самой короче надо делать конечно неохота чтобы яма хоть гараже было скорее всего что придется масло в коробке сливать залезем побачу видно вот наш рус где коробки подходит это мне модель да но кенгу 2011 год 159 двигатель к девичка кузов экспресс 2 получается что глядел я снимаю как говорится типа болты держать коробки три штуки с этой стороны я гляжу видно просто вставляться туда внутрь коробку и все сколько там и масла не знаю мы же вы ему не потесли то что машина у нас часто идет садочным боком видно на такой вот высокой колодки я поставил плашка дубовая колодка дубовая и домкрат все надо подстраховать будет туда под подрамник что-нибудь когда буду лазить и можно разбирать как хочется глаза боятся руки делаешь тут особо трудностей то нема просто что как-то страшновато не делал это делали никогда шусь разобрать это все-таки для меня новое легче готовую сборы тягу купить да поставить суме его разбирать 100 150 глядел рублей это это сколько 40 60 70 долларов более-менее нормально а что подешевле так и за 40 можно купить лучше 30 переплатить и хорошая взять брали сюда вот амортизаторы куяба газомасляный недавно тоже менял пару год назад амортизаторы подушку подшипник поменял с двух сторон с нашими дорогами уже видного коррозия под краской идет соли еще засыпали наконец-таки можно искать все новые а сразу когда менял разину думал что то этот пыльник где-то треснул смазка похуже видно как он пошел это он сейчас у меня с тяжкой пластиковый затянуты язвил я в райцентр за запчастями это 30 километров там по месту 130 намотал покуда нашелся то видно он слеж и так и есть с песком так и ездил думаю да это по поездил так уже ты 60 70 100 километров это не расстояние правда когда обнаружив снимал туда-сюда видел сам песок и что еще большого туда на заносим вы за состроя так много купим шоу сделать сам куплю да еще а если не выйдя будем ездить главное что строить сейчас у нас отчика можно было бы на рыбалку куда на лед съездить уже заброс надо делать видно все чисто этой россии выпало все еще еще мокрое так что то полезно что-то охоты не маме полностью разбирать сегодня возьму уже самое главное снял его можно сказать почти вот такая вот мазута черная сашу саша слух выходит видно машина до колодки шатая не очень таки устойчиво на трех колесах и колодка все возьму подстрахую положу сюда пару этих каких-нибудь плашек хороших квадратных или даже лучше подвигатель подложу чтобы не бахнулась да еще посмотрим делать надо короче делать делать буду раскручивать найду стяжки для пружин стягнул найду где-то лежите мне съемник специальный на шаровые эти по выдавливать вот мелкие но это и так думаю на стойке стабилизатором это надо будет роху давать а на пыльники не повредить еще я внутри смазка тут что-то хотя не есть смазка внутри видно есть смазка снимется побачу что там с края открывать не буду она если есть так где видно мокрая все а думал уже подсохла покуда основу сниму основное там хай подсыхаешься стоит машина буду делать актошку чего-то высохли дело у нас не охота в грозе колупаться мокрой притон такая вот ерунда у нас получается все вокруг грязная и мокрая протер разница такая вокруг то попровираю все пыльники чтобы зажатые были хорошо надо будет дополнительно купить с китая заказать дешевых этих вот хомутов до поверху что по старых по хомута свести то что я же уже этот алюминий по окислялся на заклепках то плохо что выскакивает не туда не знаю этот хомут вообще стане не таки прижимать надо сильно и не подберешься особо да на тот вот что внутренне это так его называют соленоиды ляк его внутренне шусь это то туда на большие кожух не станет и вот если очень сильно закрепать на снятом то есть стане может взял его одного хомута надо будет подбирать вот что будем делать погляжу что там с коробкой разберу более-менее если вытаскивается то надо будет наверно все таки масло сливать с коробки есть я специально высоко поднял тут у нас пространство некое сантиметров 40 где-то я худые для толстого залежута подложу какую-нибудь картону толстую чтобы не это по досках не ползите ладно такая вот конструкция в этой машины рено кену 2011 года экспресс-2 кузов с особо то нема тяжелого делать получается что с коробки тут без всяких заморочек вылезли шуф а когда вылезли его разбирать легче сум полностью стоять у сбора да и пыльник надо будет мы так чтобы не снимать малых а вот это так надо полностью лучше шуф снят до концом опустить соляру и куни бы дают соляры вымыть хорошо его пыльника большого ну а шуф отдельно разобрать помыть это видео буду заканчивать рассказал шуму все не разбирал там буду шуфа разбирать уже когда его сниму як снимать буду то они покажу наврать ли то что там надо аккуратно глядя чтобы не день и не порвать ничего не потекло что кто не буду показывать снимаю а это а уже сниму я буду разбирать так покажу что к чему я там крепилась ладно кого такие машины глядите что мог рассказал может будя полезный все про хамут расскажу хамута универсальный браут 45 на 100 образец собой не взял докладив там возле с того замирал шпагатин и кусок игроки по длине по окружности а это вот стали такие лопнувши сейчас он диаметре вот такие у меня сколько тут будет уже никаких девяносто может быть ладно буду заканчивать всем удачи до свидания